ПЕКУ МЕЧТЫ В стиле 2 ядра 4 гига игровая видеокарта, однако за свою пятеру они хотят в разы больше, и сокет посовременнее, и ядер побольше. Именно поэтому спрос и предложение на вторичке последнее время не так уж часто пересекаются, а для исправления этого положения у меня нарисовался следующий бизнес проект под названием «Зион в каждый дом», который по идее и клиенту обеспечит неплохую пекарню по его возможностям и, разумеется, позволит неплохо заработать ПК-бизнесмену. Основой же такого проекта станет вполне доступное железо прошлого с некоторыми модификаторами, свойственными нашему кибербудущему. Материнской платой будущей системе была выбрана вот такая ASRock на G43 чипсете, умеющая работать как с третьей, так и с второй DDR-кой, имеющая PCI-Express и, по идее, поддерживающая имеющиеся у меня «Зионы». Конкретно подо что-то запчасти у меня давно уже не подсобираются, так что их совместимость частенько приходится выяснять прямо в полевых условиях. И это один из тех самых случаев, ибо в рамках экономии собирать приходится из того, что есть, не раздувая бюджет, но и не увеличивая себестоимость комплектации. Таким образом, вычислить совместимость выбранного «Зиона» предстоит прямо сейчас. Разумеется, плата к такому раскладу оказалась не готова, так что, помимо всего прочего, под устанавливаемый 771 «Зион» ей тоже предстоит сделать некоторый перформанс. Плюс, конечно же, сам 771 «Зион» предстоит подготовить к 775 плате. Данная операция совершенно несложно делается китайским переходником, но только в том случае, если он есть. У меня же здесь более экономный вариант. В данном случае переходник пришлось отрывать у более дешевого «Зиона», но, к счастью, свои клеющие свойства он не потерял. Это не то чтобы экономия, ведь данные переходники по сути ничего не стоят. Однако ждать их из Китая времени вообще нет, так что приходится выкручиваться любыми доступными способами. И в данном случае это приводит к материнке, укомплектованной перешитым 771 «Зионом», которую уже можно попробовать стартануть и выяснить, заведется ли он здесь. Что ж, всё работает, а значит можно приступать к подбору и оптимизации следующих комплектующих этой эконом-сборки. Охладом этому «Зиону» сюда отправится вот такой гламурный радиатор от Cooler Master. Плату он никак не выгибает, ибо крепится на подложку, устанавливаемую сзади. Да и сам по себе он довольно здоровый, так что и от такого процека тепло будет уверенно отводить. А раз уж никаких медных вставок у него нет, едва ли он может считаться ценным под какие-то более дорогие сборки. Пусть уж лучше отправится сюда, чтобы быть одновременно и полезным, и стильным. Далее дело за оперативой. Раз уж плата способна вертиться и в эконом, и в лакшери варианте, есть возможность устанавливать в неё разные DDR-ы. Но так как сегодня мы рассматриваем вариант эконом, в эту сборочку улетают две 2-гиговые плашки от Самсунга, которые далеко не везде заводятся стабильно. А стало быть избавиться от них это прекрасная идея. Конечно может показаться, что несколько расточительно ставить 2 по 2 в эконом конфиг, однако мои запасы второго DDR это не опустошит. В присланной серверной плате от Алексея оказалось ещё 4 таких же. Таким образом сейчас здесь подсобирается отличный конфиг 4 ядра 4 гига, которому для хорошего позиционирования на вторичке не хватает лишь одного. Достойной видеокарты. Пихать сюда что-то вроде 650 или 750 смысла немного, да и в этих случаях себестоимость неслабо возрастает. Так что отправлять в подобные конфиги следует менее ликвидные видюшки. К счастью и такие в моём бизнес-складу найдутся. И выбранной сюда оказалась вот такая XFX GTX 275. Довольно неслабая игровая видюха своего времени, то есть где-то конца нулевых. У неё GDDR3 память, 896 мегов видео и АС-448 битная шина, что сравнивает её пропускную способность с какими-нибудь 650-ками. Конечно, её устаревший тип памяти картину производительности в любом случае не уравняет, но хотя бы остаются надежды, что какие-то популярные игры смогут нормально пахать. А именно это сейчас и нужно моему экономзионному конфигу. Система питания этой видеокарты, конечно, тянет за собой более производительный БПшник, но если она сможет здесь нормально заработать, жертва в принципе будет оправданной. Ну что ж, опасения оказались не беспочвенные. XFX GTX на этой АС-Рок не завелась. Даже больше. Ни одна видюха с моего бизнес-склада на ней не стартанула. За исключением вот этой AMD-шки Radeon HD5450 на 1 гигабайт видеопамяти. Технически это, конечно, затычка, но в тестах, где она успела поучаствовать, результаты её производительности были далеки от нищенских. А имея 11-й Direct, она способна даже запускать какие-то относительные новинки. Работать они, конечно, будут едва ли в двузначных FPS-ах, но это уже детали. Главное, что всякие бесплатные интернет-драчилки работать с ней будут достаточно уверенно. В конце концов, под какие-то офисники они в основном и пилятся. Так что без лишних вопросов отправлю её сюда, как только поработаю над охлаждением. Раз уж этой затычке в будущем предстоит играть роль игровой видеокарты, ей потребуется достойное сценическое облачение. А именно какой-нибудь радиатор, который на всякий случай будет охлаждать её чип, который, в общем, не сильно-то и греется. Но в любом случае, в нашем суровом будущем предусматривать нужно абсолютно всё. Так что вентилятор сюда в любом случае отправляется. Им станет вот такой гласялтек, снятый с какого-то третьего пня. За свою карьеру он уже успел поменять несколько видях. Но, по всей видимости, на вторичную пустошь отправится именно с этой. Благодаря ребристому дизайну родного охладителя, посадить его сюда на стяжки можно вообще без проблем. А заодно это даёт неплохую возможность обслужить видеочип перед отправкой в путь дорогу. Вряд ли хоть кто-то когда-то сюда вновь залезет. А чтобы несколько скрыть дешёвый жёлтый цвет фикс-прайсовых стяжек, я немного приукрасил их чёрным маркером, дабы они лучше подстроились под собранное охлаждение. Как по мне, получилось достаточно неплохо. И теперь, когда процессорно-оперативно-видеосистема всё же заработала в полной мере, сборку можно завершить докидыванием последней периферии. В рамках эконом-идеалогии, конечно, хотелось бы поставить сюда что-то вроде IDE-шной 120-ки. Файлы она будет держать не хуже, да и размер тот же, что я обычно ставлю в экономы. Но к великому сожалению ПК-бизнесмена, покупатели уже буквально отказываются покупать компы с IDE-шными дисками. Во всяком случае за ту цену, которую я за него хочу. Так что даже в этом эконом-варианте придётся залезть в саташные запасы и извлечь оттуда нечто вроде этого. Саташная 160-ка в отличном состоянии, которую я обычно использую для каких-нибудь офисных конфигов 1000 за 3. Но раз уж у нас сегодня такой эксперимент, давайте рискнём лишить одну офисную сборочку харда и поставим его сюда. Плюс также открывается ещё одна возможность экономии. Раз уж достаточно мощную видеокарту воткнуть сюда не удалось, дополнительное питание в видеосистеме теперь не нужно. А значит, былой блок питания теперь можно скинуть. И поставить что-то 300-350-ваттное. Именно такой InLight на 350 ватт сюда и был выбран. Надёжный серверный блок конца нулевых, который благополучно дожил до наших футуристичных дней. И если никто к этому моменту не считает 350-ваттники нормальным питаловым для современных компов под вторичную продажу, знайте, что системы типа сегодняшней они будут запитывать отлично. А стоить при этом, разумеется, практически ничего. И вот, наконец, завершающий лук этого конфига сейчас перед вами. 4-х ядерный Xeon 5440, 4 гигабайта DDR2, гиговая видеокарта и 160-гектарный хард. Конфигурация в стиле не отлично, не ужасно. Даже более того, имеет какие-то тенденции к апгрейду. Но что там будет и, главное, сможет улучшить клиент, дело уже его. Сейчас главное эту штуку грамотно позиционировать на вторичном прилавке. Ведь даже несмотря на неплохие мощности, очень важно рассказать потенциальному клиенту, что эта штука умеет. А умеет она в первую очередь, разумеется, интернет. 4 ядра с установленной АЗУ прекрасно справляются с медиаконтентом. И с просмотром каких-то фильмов или даже работой онлайн, у клиента очень навряд ли будут возникать трудности. Во всяком случае, к подобранному железу, современный интернет еще более или менее лоялен. И пока эта ситуация не изменилась, как раз и имеет смысл скидывать такие пеки, пока возможность есть. Быть может, кто-то уверен, что поставить сюда следовало третий DDR и какую-нибудь видюху получше. Но и в том и в ином случае, уверен, вы уже догадываетесь, что это будет дохлый номер. То, что собралось сейчас здесь, работает. И это главное. И теперь остается лишь устроить так, чтобы все это продалось. А лучший двигатель торговли эконом-пек на вторичке, уверен, вам известен. Разумеется, это мультиплеер. И даже в этих жестких эконом-рамках, бизнесмен его все же предусмотрел. Воткнутая сюда AMD-шная затычка неспроста лежала на моем складу добрые пару лет. За это время я прекрасно изучил ее возможности. А следовательно, теперь прекрасно понимаю, что можно представить клиенту, и от чего он останется в восторге. Как ни странно, это не GTA V. Несмотря на то, что графика была скинута в самый минимум, картинка едва ли хоть когда-нибудь поднималась выше 20 кадров. И да, уверен, кто-то GTA-шку и так прошел без проблем. Но поверьте, это не лучшая реклама для клиента. Полностью убив тени и кое-какую постобработку, в принципе удалось выбить где-то 22. Но в любом случае, это показатель неважный. В первую очередь, я ее здесь пустил, потому что процек не улетает в сотку. И это даже как-то радует. GTA V для 7.75 всё ещё более-менее открыто. А вот клиент, который возьмёт себе эту сборку, очевидно, будет предпочитать что-нибудь бесплатное. И, конечно же, это железо сможет ему всё это предложить. Прямиком из библиотеки стима он может зарубать в бесплатные первые борды, которые также здесь работают далеко не на самой высокой графе. Однако кадры показывают вполне себе игровые. Так что если потенциальный игрок захочет в ней здесь побегать, делать он это будет практически на стабильных 60 кадрах. Что в сингле, что в мультиплеере. И примерно на 38-40, если додумается сменить разрешение на HD. К счастью, первые борды на этой видяхе и такое себе могут позволить. А вот следующий представитель бюджетного игропрома из моей стимовой библиотеки CryoFear уже умудряется здесь несколько удивлять и даже разочаровывать. Начнём с того, что грузит он преимущественно одно ядро, что несколько огорчает оставшиеся три, которые просто отдыхают. Но в целом это можно списать на работу движка, который на время своей разработки в 90-х не подозревал о многоядерных процессорах. Однако то, что игра при своей графе здесь умудряется просаживаться до 29 кадров, объяснить уже труднее. Раз уж борды так хорошо себя здесь показали, я был уверен, что CryoFear сможет потянуть 720p, но похоже для данной видюхи он продолжает оставаться недостижимым некстгеном. Что ж, это далеко не последний представитель бичёва гейминга на компах за 2К. И речь, конечно, о косы Go, Warface и прочих дрочках, за которыми день за днём убивают свою жизнь зомбированные школьники. Очень надеюсь, что они окажутся платежеспособны, ведь всё вышеперечисленное работать здесь будет. Warface, например, практически на любом разрешении формата 4 к 3 кадры выдаёт выше 40, а это автоматически означает, что никаких проблем со здешними забегами в него перед клиентом уже не вылезет. Но в основном, конечно, это всё же будет зависеть от его скилла, ибо сосать можно и на 120 кадрах, которые, кстати, и жаждут все побегушники в косы Go. Увы, при том же 4 к 3 формате, выдавать на этой видюхе она может максимум лишь 60. Понимаю, что для всех игроков со стажем эти кадры более чем играбельные, но таким, в кавычках, игрокам постоянно приходится оправдывать свою криворукость отсутствием 120 стабильных кадров. Что ж, в этом случае, надеюсь, им будет хватать средств для того, чтобы их себе выбивать. Но, как показывает вторичная практика, это совершенно не так. И своих выклинченных у мамок денег хватает только на такие системы, одна из которых сегодня перед вами вертелась. Именно поэтому на Авито она отправляется за 5 кусков рублевой зелени, и уверен, успешно продастся в ближайшие несколько дней. Ибо тянет за свои деньги, а на все, что нужно, а на большее клиенты просто не готовы тратиться. Пожалуй, самое забавное в этой ситуации, что если бы все же воткнуть сюда третью DDR-ку, это гигов на 6, и ведя хоть и под той же 550-ки, за всю такую сборку на устаревшем 775-ом, выручить в моей деревне удалось бы максимум 1007, что вообще невыгодно. И гораздо лучше такие железки будет приберечь для каких-то более достойных конфигураций. Эта же система свою роль безупречно отыграла, насытила клиента желанными дрочильнями, а бизнесмена желанным баблом. Так что креативьте, собирайте и зарабатывайте, друзья. До скорого.